С вами снова Евгений Колотилов. Мы продолжаем наш экспресс-тренинг по продажам. В этом видео мы будем говорить про второй шаг, который вам нужно сделать, чтобы заключить сделку с клиентом. Это определение потребностей. Это очень важный этап. Никогда под давлением клиента не следует этот этап упускать. Даже если вам клиент говорит, ну показывайте, что там у вас есть, не поддавайтесь искушению поскорее всего выложить клиенту на стол, потому что это верный путь к провалу. Вместо этого вам нужно понять ситуацию клиента. А чем глубже вы поймете ситуацию клиента, тем легче вам будет совершить ему продажу. И наоборот, вы не сможете подвести продажу к логическому завершению, если не поймете потребности клиента. Меня часто просят научить дожимать клиента, который никак не может решиться купить или не купить. Говорит, я подумаю, я даже не знаю, стоит или не стоит. Конечно, я этому обучаю. Но правда заключается в том, что если вы определите потребности клиентов, и потом предложите клиенту ваш продукт в качестве закрытия его потребностей, то никакое дожатие не требуется. Клиент сам скажет, я хочу это купить. Как же определить потребности? Во-первых, вам нужно научиться правильно задавать вопросы. Вы должны найти ситуацию, в которой вы могли бы быть клиенту полезны. А теперь давайте вспомним, о чем мы с вами говорили в видео номер один. Мы говорили об установлении рапорта и доверия. Так вот, кто с вами станет определять потребности и отвечать на ваши вопросы, если он вам не доверяет или если вы ему не симпатичны? Никто. Если клиент неохотно отвечает на ваши вопросы, значит вы не установили рапорт. Вот и все. И наоборот, и так вы должны задавать вопросы. У вас должен быть некий список вопросов, которые вы обязательно должны задать клиенту. В идеале 6-10 вопросов. Лучше 10. Я дам вам свои любимые вопросы в виде подсказки. Вот они. Первый. Какие три самые важные проблемы у вас имеются в этой области прямо сейчас? Под варианты этого. С какими сложностями вы сталкиваетесь прямо сейчас? Например, когда я прихожу в новую для меня компанию как бизнес-тренер для определения потребностей будущего тренинга, я первым делом спрашиваю. Расскажите мне, пожалуйста, о тех сложностях, с которыми сталкиваются ваши продавцы во время работы. Что произойдет, если эта ситуация не изменится? Иногда бывает так, что клиенты говорят, у нас нет никаких проблем, что, кстати, странно, иначе бы они со мной вообще не разговаривали. Но если такое звучит, я задаю следующий вопрос. Хорошо. А какие области в работе ваших продавцов вы бы хотели улучшить? И тогда они говорят, ну, мы бы хотели улучшить это и это. И тогда он понимает, что у него все-таки есть сложности. Еще замечательный вопрос. Расскажите мне о своей компании, о своем отделе, о своей жизни, о себе. Многие продавцы стесняются задавать вопросы о собеседнике. Но если вы установили высокий уровень доверия и комфорта, то они вполне гармонично вписываются в диалог. Сколько вы уже работаете в этой компании? Видите, я уже задаю личный вопрос, и это создает между нами дополнительную связь. Я не могу создать связь с человеком, расспрашивая у него про его компанию. Но я могу создать с ним связь, расспрашивая человека о нем самом. Это моя чуть ли не единственная возможность создать связь на данный момент. Я должен узнать о нем. Как давно вы работаете? Нравится ли вам это дело? Где вы были до этого? Какие цели стоят перед вашим отделом, перед вашей компанией, перед вами? Вам стоит задавать вопросы о целях использования того, что клиент уже хотел бы у вас приобрести. Например, он хочет купить у вас, допустим, сервер. Вы спрашиваете, а как вы собираетесь данный сервер использовать? Если он начнет рассказывать, это снова начнет устанавливать между вами невидимую связь. Даже если он покупает цветы, спросите, для кого он покупает этот букет? Каковы ваши критерии выбора? Это самый лучший вопрос, который вы только можете задать. Каковы ваши критерии выбора? Или по каким критериям вы осуществляете выбор? Например, вы продаете оборудование, и вы можете спросить, по каким критериям вы будете принимать решение относительно покупки этого оборудования? Если клиент расскажет вам про свои критерии принятия решений, то вам убедить его в том, что ваш продукт и ваша компания соответствуют этим критериям, будет намного проще. Итак, упражнение. Запишите минимум 10 вопросов, которые вы обязательно должны задать клиенту на ближайшей встрече. Даю еще одну подсказку. Когда будете составлять вопросы личного плана, спросите себя, какая информация поможет мне лучше узнать моего собеседника? И от этого отталкиваясь, и стройте ваши вопросы. Если вы смотрите меня на YouTube, то ссылка на следующие видео находится внизу в разделе «Описание». Кстати, если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы быть в курсе появления новых обучающих полезных видео, которые я добавляю. Ну и, конечно, если вам понравилось это видео, то в качестве маленькой благодарности мне нажмите, пожалуйста, кнопку «Нравится». «Нравится» и «Нравится» и «Нравится» и «Нравится» в описании.